Вторая половина дня будет сегодня помягче. Ну, я так планирую. Всех волнует вопрос денег сегодня. Поэтому достаньте купюрку любого номинала и деньги рядом положите, чтобы просто была. А? Денег нет? Попробуйте карту, но лучше деньги. Потом не надо, тратить будет. Деньги. Можно. У всех же есть счастливый доллар, там уже все прошарены. Доставайте его. Это можно сидя, да? Не, не, все не надо. Да, да. Одну достань. Можно. Да, да, да. Все, что в нашей жизни происходит, связано, это знаете, как у меня, как у того врача, вот у гинеколога все из-за, вот, у меня все из-за эмоциональных блоков. То есть, любая сфера деятельности человека, мне кажется, что это вот с блоками связано. С другими, мне кажется, что не связано. Ну, и сама картина мира моя сегодня, она такая, что я вижу последствия именно вот этих эмоциональных блоков, тараканов в голове. Все хотят всегда безболезненный метод проработки блока, который не будет нести никакой ответственности и последствий, желательно. Это вот аффирмации, это вот прощение денег. Сейчас мы вот поставим, вот, сначала мы еще поставим музыку, там money, 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 вот эту. А потом поставим, зарядим денежку. Мы сделаем медитацию на прощение денег. Кто видел в ютубе, в ютубе забьете, в общем, там есть. Там есть, где я с коленок записывал, где в студии записывал, с музыкой, без музыки просто, в общем, сделал по-разному, потому что кому-то музыка мешает, кому-то без музыки плохо, в общем, и там на всех сделал. Вот, я рекомендую эту медитацию или слушать до тех пор, пока ты не скажешь, довольна. Вот денег хватит, можешь потом не слушать. Там все тараканы связаны с деньгами, которые вот я так, ну, перечитываю, периодически слушаю. Потому что в основном советское эхо такое вот оттуда, деньги зло, богатые люди сволочи, вот с той серии. Потихоньку это, знаете, это не будет у вас занимать много времени и не будет никаких лишних сил забирать. Почему? Потому что вот то, что мы с утра говорили, купить себе какую-то вещь, чтобы у тебя там болело все, потом, это, ну, затратно и непонятно, да, и все хотят, а точно потом деньги пойдут? Вот я сейчас потрачу тысячу долларов, а потом, а это вот безопасно. Поэтому слушайте хотя бы один раз в день. Это есть в тексте, мы тоже набирали, если кому-то надо, может быть, куда-нибудь мы выставим, потому что в комментарии не влазит все. Бывают люди, которые под диктовку это выписывают. Вот если тебе зачем-то текст нужен, наверное, лучше нам напиши, мы лучше тебе отправим. Но в принципе сегодня читать кого-то заставить, ну, нереально это. Послушать еще можно, почитать, но как-то аффирмации одни и те же никто не читает. И потихоньку у вас эта аффирмация, она растопит и изменит ваши отношения к деньгам. И денег в вашу жизнь придет чуть-чуть больше, чем было. У кого-то не чуть-чуть. Потому что очень часто мне пишут, что вот слушала там и пошло. Можно сказать, что это была случайность какая-то и совсем неправда, и все равно единичные случаи. Но то, что я наблюдаю, те, кто слушают, у них, в общем, все равно пребывает. Как я отношусь ко всем приметам, вот это там, там, как мышка селись, денюжка водись, да, есть, вот, знаете, в России продают вот этих мышек, их ложат в портмоне, и, в общем, деньги приходят потом. Потом вот эти всякие деревья, вот эти валютницы. Если человек тебе подарил этот цветок с намерением, чтобы у тебя были деньги, он сдвинет твое сознание в ту сторону, в сторону денег. И поэтому очень важно, чтобы тебе дарили с хорошим намерением и прям действительно хотели, чтобы ты там разбогател. Единственная проблема, когда появляются деньги больше, чем в среднем в твоем окружении, ты начинаешь терять окружение или оно тебя просто выталкивает. Многие начинают бояться и обратно туда залазить, в прошлую парадигму. Этого не делайте, выдавило и выдавило. Еще раз единственное, следите за своей гордыней, потому что когда гордыня, я все равно заберу потом. То есть здесь очень тонкая грань между, где я молодец и где я уже вот, ну, выпендриваюсь. Поэтому вот, а так все, наверное.